Устали от неадекватных союзников? Представляю вашему вниманию уникальное приложение для геймеров Pling. Pling отслеживает внутриигровую статистику с разных платформ и игр. Pling поможет найти идеального игрового партнера по огромному количеству параметров. Смотрите детальную статистику по всем играм. Узнай, во что играют твои друзья на любых платформах в любое время в одном приложении. Ведите чаты со своими друзьями, звоните, создавайте конференции для ваших складов. Смотрите новости, скриншоты и достижения игроков. Добывай криптовалюту CryCash за выполнение внутриигровых заданий от разработчиков игр. Мы все страдаем от одинаковых проблем и плитка решает их. Я уже зарегистрировался, подписывайся на меня и следи за моими достижениями. Будем играть вместе, ссылка в описании. Привет зрители, с вами вновь Игорь Линк, самый неподкупный, честный, авторитетный игровой обозреватель на русском ютюбе. И если у вас есть какие-то сомнения, то я сразу хочу вам показать, что у меня есть игровой стул, кнопка ютюба, а также я участник конференции Игромир 2016 года. Поэтому давайте сразу отбросим все сомнения в моей авторитетности и экспертности. Многие из вас наверняка перешли на это видео из-за громкого заголовка, который гласит, что сегодня CSGO официально умерла. И многим из вас уже не терпится узнать, что же такого сегодня произошло. Может быть, это из-за ограничения обмена вещами ксовскими в стиме. Или, может быть, вышел какой-то непалящийся чит, с которым теперь играет половина игроков. Или, может быть, просто упал онлайн до каких-то критических значений, что теперь просто невозможно найти рейтинговую игру. Но на самом деле все гораздо проще. Counter-Strike Global Offensive умерла вот прямо сейчас, в этот момент, по той причине, что сейчас я выпускаю на нее первый научный объективный обзор на ютюбе, с которым вы просто не сможете спорить. Если другие игровые обозреватели в начале своих обзоров постоянно говорят, что это их мнение, что оно может не совпадать с вашим, что сколько людей, столько и мнений, но, знаете, на самом деле, будем честны, я разбираюсь в играх намного больше, чем вы. Вы как бы видите, да? Ну и в связи с этим я могу заявить, что мое мнение, оно намного более объективное и правильное, чем ваше. Поэтому, если как бы ваше мнение с мыем не совпадает, ну, блин, извините, но вы не правы. Тут уж как бы придется вам смириться. Сразу хочу сделать ремарку к прошлому обзору на PlayerUnknown's Battlegrounds. Конечно, там многое было шутками и сарказмом, но попрошу вас конкретно к этому видео отнестись максимально серьезно. Я понимаю, что многие какие-то аргументы и доводы мои будет очень сложно воспринимать всерьез. Но, знаете, когда-то жил, был такой ученый, Галилео Галилей, и когда он жил, люди думали, что Солнце крутится вокруг Земли. Но Галилей сказал им, нет, на самом деле это Земля крутится вокруг Солнца. И люди начали его пытать, вот, и он такой типа, ну, блин, окей, ладно, если хотите, пускай можете дальше думать, что, ну, Солнце крутится вокруг Земли, но он, как бы, и последняя его фраза была, и все же она вертится. Это он к тому, что, ну, на самом-то деле, все-таки Земля крутится вокруг Солнца, типа, отсосите хейтеры, тупые инквизиторы. И вот я хочу, чтобы вы относились ко мне как Галилео Галилео, потому что я понимаю, что глупые хейтеры, фанаты CSGO, эти глупые ничтожные существа, они будут дизлайкать мое видео, потому что, ну, им будет неприятно слышать объективную критику в адрес их игры, с которой они ничего не смогут поделать. Поэтому я призываю своих сторонников всю адекватную часть аудитории Ютьюба, свою любимую армию моих любимых подписчиков призываю лайкать это видео и скидывать его своим друзьям-косерам, потому что только все вместе мы сможем распространить правду по Ютьюбу и заставить людей одуматься, очистить разум и, наконец, перестать играть в эту помойку, я не знаю, как ее еще назвать, извините меня за такой лексикон. Ну и перейдем от слов к делу, и сейчас я приведу вам неопровержимые доказательства того, что CSGO на самом деле это игра, которая из себя вообще ничего не представляет и пользуется популярностью лишь за счет культа, некогда построенного вокруг одной из прошлых игр этой серии. Ну и начнем с самого очевидного, это геймплей. На дворе идет 2018 год, в игровой индустрии практически не осталось проектов, которые можно было бы отнести только к одному жанру, ведь большая часть игр сочетает в себе элементы геймплея от нескольких жанров, то есть если это шутер, то, скорее всего, в нем будут элементы РПГ в виде прокачек скиллов. Если это гоночный симулятор, то в нем, скорее всего, также будут элементы РПГ в виде создания собственной гоночной команды или чего-то такого. Ну или если это какая-то визуальная новелла, то в ней вполне могут присутствовать элементы экшена. И все это делается по той причине, что всю игру заниматься только стрельбой, только поездками на машинах или только выбором ответа в диалогах, это невероятно скучно, и таким образом разработчики всех игр пытаются добавить в геймплей разнообразие, чтобы не дать игрокам заскучать. Ам, небольшая поправочка. Разработчики всех игр, кроме Counter-Strike Global Offensive, зачем нам скиллы и перки, транспортные средства? Куда веселее просто идти от респауна на одну из двух точек и ставить бомбу? Ах, просто кайф! Все разнообразие заключается лишь том, на какую точку на карте ты пойдешь в этот раз и какое оружие ты приобретешь в начале раунда. Вы скажете, ну ведь кому-то это нравится, кому-то не хочется запариваться с какими-то перками и прочим гомном, для них это слишком сложно, им хочется просто, знаете, пострелять из калашика или эмочки в модельки врагов. Ну что ж, вы правы, такие люди действительно существуют, и для них даже есть специальное название. Дегенераты. Впрочем, можно играть в КС и при этом не быть дегенератом, для этого вам должно быть меньше 13 лет. Если же вы старше 13 лет и все равно играете в КС, то у меня для вас плохие новости. Впрочем, вы можете перестать быть дегенератом прямо сейчас, для этого вам просто стоит удалить это говно со своего компьютера и никому не рассказывать о том, что оно вообще когда-то у вас было установлено. А если ваши друзья будут спрашивать вас о том, откуда оно вообще взялось в вашей библиотеке игр, отвечайте, что у вас есть умственно отсталый младший брат с ДЦП, который раньше пользовался вашим аккаунтом в Стиме и частенько поигрывал в эту парашу. Пока в один прекрасный день вы не спалили его за этим постыдным занятием и не запретили приближаться к компьютеру ближе, чем на 10 метров. Теперь давайте взглянем на графику, ведь многие игры, имея довольно-таки скудный геймплей, могут привлечь искушенного ценителя визуальной составляющей. Эмм, да. Ну, как вы видите, Counter-Strike Global Offensive не из числа таких игр. Почти квадратные колеса, непрозрачные стекла, это можно было бы назвать хорошей графикой лет пять назад. Но сейчас на дворе 2018 год, и по какой причине я, имея дорогущий игровой компьютер за 50 тысяч рублей, должен любоваться выпирающими полигонами? И несмотря на всю убогость этой графики, эта игра все равно умудряется заставлять мой комп подлагивать. Я потратил довольно большие деньги для того, чтобы купить игровую видеокарту GTX 1030, и при этом это говно у меня все равно тормозит. Может быть, по мнению разработчиков этой игры, я должен купить себе 1060-ю за 20 тысяч рублей, чтобы поиграть на максималках в игру, которая стоит 300 рублей? Сейчас в комментариях, как обычно, всплывут дауны, которые будут говорить, что графика не важна и так далее. Но вас, дебилов, если послушать, так вообще в игре ничего не важно. Ни графика, ни музыка, ни сюжет. Важно лишь то, чтобы можно было пульками стреляться во врагов по интернету. Класс! И знаете что? Проблема не во мне, а в вас. Если бы вам была нужна хорошая графика, интересный геймплей и так далее, то разработчики бы запаривались с этим, чтобы не терять онлайн. Но вас-то все устраивает. Зачем работать над игрой, когда можно просто выпустить новый говнокейс и на вырученные с его продажи деньги купить еще один ламборгини для собаки Гейба Ньюэлла? Комьюнити. На эту тему можно рассуждать бесконечно. И вот только не надо сейчас переводить стрелки на доту. Про доту мы поговорим как-нибудь в другой раз, окей? Сейчас речь о CSGO, поэтому и говорить я буду о комьюнити именно этой игры. Впрочем, если вы хотя бы раз заходили в рейтинговый матч, то мне рассказывать вам ничего не нужно. С каждым годом здесь становится только хуже. Если еще пару лет назад вам в команду кидало двух поляков всю игру крещавших Курова и двух русских школьников, постоянно дававших вам советы по любому игровому и не только вопросу, то если вы зайдете в рейтинг сейчас, вам в команду кинет трех неговорящих по-английски турков и одного русского, который будет всю игру сраться с этими турками в войс-чате. Причем каждый из них будет делать это на своем родном языке. Не знаю, как вам, а мне лично больше по душе посмотреть какой-нибудь хороший фильм в духе Шона «Живых мертвецов» с Эймоном Пегом в главной роли, чем отдать час своей жизни на прослушивание различных русско-арабских оскорблений. Впрочем, возможно, вы и есть тот самый единственный русский в команде, который срется с этими самыми турками. Ну что ж, тогда напоминаю вам, что вы дегенерат. Ну и с чем вы уж точно не сможете поспорить, и важно, с чего вы никак не сможете принизить, мои дорогие хейтеры и защитнички Counter-Strike Global Offensive, так это самый главный компонент этого шутера, это, собственно, сама стрельба, ради которой вы, по вашим же словам, сюда и заходите. То есть вы утверждаете, что вот это, вот это прям вот самое крутое и главное в этой игре. Окей, тогда для начала мне нужно вам кое-что рассказать. Если вы закончили хотя бы пять классов школы и начали изучение школьного курса физики, то вы наверняка знаете, что пуля во время полета, она опускается вниз, из-за чего при стрельбе на дистанции стрелку нужно целиться чуть выше мишени. Так это работает во всех нормальных играх, в Battlefield, в Star Wars и даже в PUBG, прости господи, хотя до нормальной игры ему еще очень и очень далеко. Но все это, опять же, не касается Counter-Strike Global Offensive, разработчики которого, по всей видимости, живут в каком-то своем собственном аутичном миру, в котором действуют свои особенные законы физики. Такие же особенные, как и сами разработчики этой игры. Правда, вот игру они выпускают не в своем миру, а в нашем, в реальном, где действуют реальные законы физики. И деньги за эту игру просят тоже реальные. Поэтому и физику стрельбы в игре хотелось бы видеть ту, которая соответствует хоть каким-то элементарным физическим научным понятиям о баллистике. А, хотя стоп, я же совсем забыл, стрельба в этой игре же, наверное, тоже уже не главная, да? Хм, а что же тогда у нас остается на роль главного? Может быть, искрометный сюжет? Хм, ну давайте посмотрим и на него. Пять террористов идут взрывать площадку, где лежат коробки с хрен пойми чем, и все это происходит в пустом городе. Более того, ставя бомбу, террористы устанавливают на ней таймер на 40 секунд, чтобы... чтобы что? Чтобы спецназ успел прийти, обезвредить ее, не проще было бы ставить таймер на 15 секунд и сразу убегать. В чем смысл всего этого фарса? Да мне даже не нужно быть бэткомедианом, чтобы видеть элементарные проблемы с логикой происходящего. Просто бля-я-я-я-я-я-я-я! то воспринимать всерьёз вот это будет довольно сложно. Итого, что мы имеем? Плохой геймплей, плохая графика, плохая стрельба, практически полное отсутствие сюжета и какие-то игрушечные звуки, и это третья по популярности онлайн-игра в стиме. И как же такое возможно, спросите вы, а всё дело в том, что аудитория коэсеров — это в основном школьники либо сорокалетние дебилоиды. И первым и вторым успешно промывают мозги маркетологи компании Valve, которые просто паразитируют на культе некогда популярные и действительно инновационный Counter-Strike 1.6. Но вот только если Counter-Strike 1.6 в своё время действительно была инновационной и передовой, то Counter-Strike Global Offensive является лишь слегка переработанной версией той самой игры и на данный момент представляет из себя чуть ли не главного аутсайдера всего жанра. А его единственное преимущество перед конкурентами типа Rainbow Sixth Edge — это цена в 300 рублей, которую могут позволить вышеозвученные категории игроков. И мой им совет — лучше сэкономьте на идеи, подкопите себе хотя бы тысячу-две рублей и купите нормальную игру. Этим вы качественно улучшите своё свободное времяпрепровождение, на многие тысячи часов и, наконец, станете полноценным членом адекватного игрового социума. Учитывая средний интеллектуальный уровень фанатов CSGO, я предполагаю, что большая часть из них уже написала комментарий о том, что я просто не умею играть в их любимую игру и поэтому засираю её и что я оконченный пидорас. Но дело-то в том, что это всё полная чушь, потому что, во-первых, у меня звание две звезды, да? Ну то есть это как лейтенант в армии, согласитесь, довольно неплохо, это уже офицерский состав. А во-вторых, из озвученных мною многочисленных аргументов не было ни одного, который хоть как-то был бы связан с тем, что меня убивают часто или что я играю плохо, поэтому дело вовсе не в этом. Я просто хочу напомнить, что из нас с вами это всё-таки я, авторитетный игровой обозреватель, у меня есть все соответствующие атрибуты, включая игровое кресло. И, в конце концов, в отличие от моих хейтеров, которые пишут мне всякие гадости в комментариях, это именно у меня, а 700 с лишним тысяч человек, которые, к моему мнению, прислушиваются, а моих хейтеров в среднем где-то по два-три подписчика, и то это какие-то их школьные друзья, такие же тупые, как и они, которых они просто попросили подписаться на их канал. В общем, к чему я всё это веду? Как я и говорил в самом начале видео, мнений-то может быть и много, у каждого может быть оно своё, но это никак не отменяет того факта, что именно моё мнение является самым объективным, и оно по совместительству также является истиной в последней инстанции. Поэтому, если вы сейчас собираетесь писать какие-то гадостные оскорбления в мой адрес, то просто задумайтесь, это ведь ничего не изменит. Может быть, вместо этого вам просто стоит перестать играть во всякое говно? С вами был Игрелинк, первый честный и неподкупный, а также самый авторитетный и популярный игровой обозреватель на YouTube. Берегите себя и играйте только в хорошие игры. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok